Самарские фтезиатры рассказали о распространении, лечении и профилактике туберкулеза. В стране пиком эпидемиологического неблагополучия стал 2008 год, а в Самарском регионе негативная динамика сохранялась до 2013 года. Сегодня смертность от болезни Коха снизилась в 10 раз, а заболеваемость и распространяемость в 2 раза. Здесь нам, конечно, есть чем гордиться, потому что, вот посмотрите, как снижается смертность от туберкулеза, насколько резко последние даже 3 года. Вы видите, 2021 год, 2022 год, 2023 год. И более того, в Самарском области сейчас смертность туберкулеза ниже, чем в ПФО и ниже, чем в Российской Федерации. Спикеры отметили, что особое внимание уделяют лечению туберкулеза у детей и подростков. Ежегодно туберкулезом в регионе заболевают порядка 30 человек в возрасте до 17 лет. Важно отметить, что спасти жизни пациентов удается благодаря профессионализму врачей и возможности проходить лечение почти во всех областных городах. Основное стационарное отделение – это вот, ну, если едете в больницу Семашка, там у нас детский стационар. Также у нас имеется в арсенале небольшое количество коек в Тольятти для того, чтобы оказывать помощь населению и деткам именно того района. Есть возможности дневного стационара и стационара на дому, когда мы выезжаем к пациентам или они к нам приходят с родителями, имеют возможность находиться дома. В Тизиатре также напомнили о важности профилактики туберкулеза у детей и взрослых. Ежегодно необходимо проходить профилактические осмотры, делать флюорографию, брать пробы МАНТУ и Диаскин-теста. Помимо этого, врачи рекомендуют не отказываться от прививки БСЖ для новорожденных. Алина Чулякова, Григорий Плешаков, События.